На меня одели экспериментальный жилет с круглой большой красной кнопкой на груди. При нажатии на кнопку я должен был вернуться на военную базу в случае возникшей смертельной опасности. О, обожаю этого типа, шизик полный, не то что я. Шла война с инопланетянами, чьи тела были преисполнены щупальцами. Я был частью отряда разведки, который отправился на очень важное задание за линию фронта, в место, где все кишит мерзкими, сильными инопланетными тварями. Когда мы с троем выходили с базы, я слышал, как безумец вслед кричал нам, чтобы мы не шли никуда, там засады и мы все погибнем. Когда мы оказались за линией фронта, всюду была тишина, а далее случилось то, о чем кричал нам безумец. Отовсюду на нас напали инопланетные твари и стали всех подряд убивать. Мы не успели даже оказать сопротивление. Экспериментальный жилет с круглой красной кнопкой на груди был лишь у меня. Я оказался последним, кого не убили. Ударив кулаком по груди, я перенесся, как планировалось, на базу. Но на день раньше и вот я вижу уходящий разведывательный отряд и кричу самому себе вслед, что не нужно идти, там засада и вас всех убьют. Последнее, что я помню, вспышками. Льдины, вода, горы. Далее я проснулся рядом с прелестной девушкой Леной. Погладил ее шелковистые волосы, поцеловал и дальше лег спать. Это были чудесные двухтысячные, их начало. Спустя много лет я увидел это. Мы умрем через пять минут после приземления. Весь наш десант. Ложись! Найди меня, когда придешь в себя. А, так это значит, я еще не придумал, к чему придраться. Меня зовут Крыжиновский Петр. Я писатель. Издающийся, продающийся и вполне успешный. Но писатель, которого читают не только я, но и Хироси Сакурадзаки. У Самурая нет цели. У него есть столько путь. Так вот, Хироси Сакурадзаки написал книгу под названием «Грань будущего». Она была издана в 2004, то есть написал он ее как минимум в 2003. Как раз тогда, когда я увидел свой очень сюжетный сон, который повторяет фильм «Грань будущего», порой даже в картинках. Сегодня мы говорим про информационное поле Земли, о неком пространстве, окружающем все вокруг, из которого некоторые люди черпают гениальные идеи, сюжеты и знания, которые приводят даже к великим научным открытиям. Существует ли этот ларчик, хранящий все, что было и что будет? Как он открывается? Быть может, это всего лишь антинаучная выдумка, псевдонаука? Нужно разобраться. Если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Пустоте, одиночеству и злу. Приветствую на канале Нулевой Пациент. Подпишись, поставь лайк, поделись этим видео и нажми колокольчик. Все любят гипнопетю. История о моем сне и схожести сюжета с нас произведением, по которому был снят фильм «Грань будущего», не притянута за уши. И причина тому в том, что 90% всех моих идей для книг и фильмов мне приснились. Мне снится ядро произведения, завязка и развязка. Детали я придумываю сам. Это непростой труд придумать что-то, чтобы это было интересно многим людям. И чтобы они могли отдать за это монетку. Мне хочется думать, что я все делаю сам. И это мой гениальный мозг генерирует суперидеи. Суперидеи. Представьте себе, что такое писать историю из 200 тысяч слов. И каждое ты пишешь сам. Но это ничто. Если ты, например, ученый, совершающий прорыв в науке, потративший всю свою жизнь на цифры и формулы. Это лишь твой труд. Да неужто? Сто пудов сейчас скажет что-то крутое. Величайшие открытия Чарльза Дарвина и Рассела Уоллеса, касающиеся эволюции, были ими обнародованы в докладах, которые были прочитаны в один день. 1 июля 1858 года. Лейбниц в 1675 году открыл дифференциальное и интегральное исчисление. Я говорю так, будто я знаю, что это означает. Но это не так. Я просто нарыл прикольную инфу в интернете. Независимо от него и даже раньше, в 1671 году, к открытию математического анализа подошел Ньютон. Однако Лейбниц опубликовал результаты раньше него. В 1839 году Луи Даггер в Париже и Генри Фокс Тальбот в Лондоне независимо друг от друга продемонстрировали изобретенные фотографические аппараты. Белл представил прошение на получение патента на телефон на 2 часа раньше, лишь и Грей. На данный момент таких историй, которые тяжело укладываются, из-за своей массовости в понятие совпадения десятки тысяч. При таком количестве данных невозможно было игнорировать явление. За неимением объяснения была создана теория информационного поля Земли. Некого поля, где хранятся важные научные открытия и творческие идеи. Те, кто создают в поте лица продукты или делают открытия, не любят эту идею, включая меня. Хочется думать, что суть в твоих навыках, в твоем умении понимать и чувствовать реальность. Но не имеет значения, что думаю я. Имеет значение лишь истина. Я придумал сюжет книги для фильма, где инопланетяне прилетели на Землю и сказали главному герою, Люди стали плохие, очень, и чтобы спасти всех хороших, нужно убить всех плохих. Понять, кто плохой, а кто хороший, армия главного героя сможет с помощью красной точки на лбу, которая видна на плохих людях через специальный шлем-экран. Катарсис сюжета главный герой случайно смотрит на себя в зеркало и видит точку у себя на лбу. Точки липовые, инопланетяне плохие, люди просто убивали друг друга. Так вот, как бы... Книгу «Пятая волна» написал писатель Рик Янси, но я четко помню, как я придумывал эту идею. То есть работал мозгами лет за 10 до появления этой книги и фильма. Я не написал «Пятую волну» и «Грань будущего», только потому что на фоне остальных идей эти сюжеты мне казались очень слабыми. Заметьте, речь идет о писателях. Мне в голову не приходила периодическая таблица химических элементов, а еще я не открыл расщепление атома. В свою очередь Эйнштейн не написал 20 тысяч лье под водой. То есть у каждого свое предназначение, и каждый может взять только свое из информационного поля Земли. Как это получается, я не знаю, но формулы мне в голову не приходят. Что думает наука о таких совпадениях и о том, что есть некое поле, откуда черпаются идеи? Была попытка обосновать данное явление, стараясь играть по правилам академической науки. Это сделал Петр Горяев. Именно этот человек создал некую науку и термин «волновая генетика». Волновая генетика – теория, которая утверждает, что когда одна идея приходит в голову одному шимпанзе, если приобретается навык, то остальные шимпанзе на соседних островах, которые не общались между собой, овладевают этим навыком и этой идеей. То есть незримо знание передается между обезьянами неким мистическим или квантовым образом. Человек по теории примат. И вот ученые совершают открытие, и некоторым приматам его вида это открытие тоже приходит в голову, как и писателям сюжеты. Вот вам и ответ – волновая генетика. Давайте послушаем, что говорят настоящие ученые о Петре Горяеве. Человеке, который создал понятие «волновая генетика». Сразу скажу вам, друзья, я в жизни не читал ничего более ущемленного и желчного. Такое впечатление, что автору статьи попал песок в вагину или уретру. Петр Петрович Горяев – российский деятель псевдонауки, создатель псевдонаучной теории волнового генома. Научное сообщество работ Горяева не признает, поскольку до настоящего момента ни одного экспериментального доказательства его идей не существует. Научным сообществом идеи Горяева признаются лженаучными и противоречащими здравому смыслу. Ну и, конечно же, самый главный грех, который только может быть. Одной из особенностей деятельности Горяева, преобладающей над взаимодействием с научным сообществом, является его приверженность эзотерическим кругам и другим псевдонаучным изысканиям. Эзотерическим. Какая мерзость. Все негодяи и мерзавцы. Хотел написать автор статьи на Википедии, но побоялся. На данный момент идею информационного поля Земли и волновой генетики научный мир не признает. И на то есть веские основания. Например, вопрос. А почему гениальные идеи, все те прорывы, которые происходят в наше время, не пришли в голову ученым 500 лет назад? Тогда уже были очень даже серьезные мыслители и умы, пытающиеся найти истину. Мы трудимся и прогрессируем. Или идеи кто-то или что-то нам выдает порциями в нужный момент и поэтому мы прогрессируем. Если второе утверждение правда, то это нечто или некто мудак, так как человек нуждается сейчас срочно в прорывах в области здравоохранения, аграрной, экологической и прочих сферах, которые должны спасать человеческие жизни. Позвольте мне рассказать вам о моей личной теории, которая, как мне кажется, правдивое в толковании такого явления, как информационное поле Земли. Простите за пикантную информацию, но очень яркие, крутые сюжеты, полноценные книжные или киноистории я придумывал или видел во сне после интимной близости с девушкой. Наталья Бехтерева, гигант в области нейрофизиологии, однажды сказала, гений – это, конечно же, его биохимия мозга. Я себя гением не считаю. Ха, кому ты чешешь? Но суть в том, что близость с девушкой интимная, особенно с любимой, особенно в конце – это выброс гормонов. А это и есть биохимия мозга. В одном ролике я уже рассказывал о том, что в силиконовой долине используют психоделики для того, чтобы появились новые идеи в сфере IT, и это работает. Фрэнсис Крик открыл спираль ДНК под воздействием психоделика ЛСД. Какое количество гениальных песен под этим делом было написано? Пребывание под воздействием психоделиков, переживание, введение эмоций и галлюцинации называют словом «трип», то есть в переводе с английского «путешествие». Путешествие куда? Да, быть может, к Ларчику, где хранятся идеи, человек вырабатывает в организме два психоделика натуральным путем – мелатонин и диметилтриптамин, в основном ночью, в основном во сне. То есть сон – это тоже трип. Выходит, я куда-то путешествую и приношу свои идеи оттуда. Место, которое можно назвать, наверное, информационным полем Земли, где помимо меня бывали авторы, написавшие «Грань будущего» и «Пятую волну». Каким-то образом это все возможно, как наяву, так и особенно во сне. Это лишь моя теория. Друзья, вы могли заметить, что у меня пока нет никаких рекламных интеграций видео. Никак не дойдут руки до поиска рекламодателя. Но каналу надо развиваться и как-то существовать, поэтому рекомендую всем покупать мои книги. Например, самую новую – «Самоэль. Биография сатаны». Она очень хорошо расходится и читатели в восторге. Это мистический триллер, невыдуманная загадочная история жизни дьявола со времен падения на Землю до настоящего момента. Видео и то, как я читаю главу из книги, вы можете посмотреть по этим двум ссылкам, которые сейчас всплывут на экране. Для всех, кто решит приобрести книгу, я оставлю ссылки в описании. Или пишите в комментариях вашу почту, и я сам с вами свяжусь. В жизни очень много загадок. Мне казалось, что я очень много и тяжело работаю, чтобы придумать что-то интересное. А получается, что идея, как некое живое существо, приходит ко многим. И кто успел, тот и молодец. Я желаю, чтобы вам в голову сегодня во сне пришла идея, как сделать мир лучше, которая изменит вашу жизнь и сделает счастливой. Мой рецепт – занимайтесь любовью и ложитесь пораньше баиньки. А что делать, если не с кем? Я даже самим собой не могу. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление всему плохому и деструктивному. Подпишитесь на меня в соцсетях, ссылки будут в описании. Спускайтесь вниз, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Меня зовут Крыжиновский Петр, вы были на канале Нулевой Пациент. Еще очень хотел бы поблагодарить человека, который вдруг, внезапно, несмотря на то, что мы еще донаты не ввели на канале, уже сделал донаты и достаточно большой. Этот человек захотел остаться инкогнито. Спасибо вам большое. Как известно, я практически все вкладываю, прежде всего, в промо-компании, благодаря которым наш канал становится больше и сильнее. Подписка, лайк, поделиться, колокольчик. И помните, грядут перемены, вы будете их частью. До встречи!